Всем привет! Я Виктория и вы у меня на канале о парфюмерии. Сегодня мы сделаем обзор нишевой линейки от Avon. Ну как они утверждают нишевой? Artistic. У меня будет три парфюма. Это Iris Fetish, Magnolia, как все ее зовут так по-свойски, и Pachuli Indulgence. Еще есть два, которые я пока не нашла в тревел-версиях. Брать флаконы боюсь. И хочу сказать спасибо Илоне, Илона моя зрительница. Она мне посоветовала попробовать эту линейку и чему я рада. Так, давайте я начну по градации своих любимчиков. И первый это Pachuli Indulgence. Я уже его потестила и на себе. И это вот для меня это прям невероятная красота. И для меня это именно нишевое звучание. И причем оно вот напоминает это звучание. Какие-то парфюмы из ниши. Присоединю тут парфюмера, который делал этот парфюм, чтобы не перебрать. И вы знаете, я когда его попробовала первый раз и потом нанесла на себя, у меня родился такой образ. Для меня это погреб. Причем погреб, где стоят полки из дерева дорогих пород. Там в погребе, это винный погреб, там лежат бутылки вина, уже слегка припыленные, да. Но вина там, то есть запаха вина нет. И вот собираются гости, женщины в вечерних платьях, которые благоухают парфюмом, причем таким дорогим, с розовым каким-то, с оттенком, да, в духах очевидным, очень женственным. Мужчины собираются там где-то шоколад, да. Вот как здесь оказался шоколад, я не знаю, это моя фантазия. Я люблю шоколад, я просто его обожаю, в том числе и в парфюмерии. А здесь это такой дорогой, горький шоколад, вот который, знаете, прям есть такой, такими прям кусками лежит, источает аромат. Еще там обязательно все украшено свежими розами. Причем розы здесь похожи на мою любимую розу. Сейчас я вам ее покажу, чтобы не быть голословной. Это роза в Crystal Flowers от Montale, да, о чем я говорю, что похожа на что-то из ниши. Вот, например, роза здесь, в Montale, очень похожа на розу, которая вот есть в Pachuli Indulgence. И шоколад, это понятно, да, что Pachuli, но вот здесь он такой прямо горький, дорогой. Вот это вот тусовка дорогих гостей, да, и не только в смысле любимых, а в смысле еще, правда, таких статусных, такая светская вечеринка. Ну, это просто потрясающе. Друзья, я обожаю розу, возможно, поэтому я прямо получаю удовольствие, я вот его наношу на себя, и я просто чувствую расслабление и какую-то такую остановку, знаете, когда никуда не надо бежать, да, там вот уже, когда вы все спустились в винный погреб на эту вечеринку, такую немножко в стиле готической, ну, нет, да, это только так стилизовано под готик, на самом деле, конечно, нет никакой готики. И время как будто бы остановилось, все, не надо никуда спешить, можно вот так вот медленно прохаживаться, с кем-то общаться и получать просто удовольствие от жизни, потому что ты уже всего достиг, у тебя уже все есть. Вот это прям мой любимчик. Так, и то, что я люблю, но чуть-чуть поменьше, это Ирис Фетиш. У меня было неоднозначное мнение, вот когда я его только получила, сначала я прям в него чуть ли не влюбилась, а потом мне он показался неинтересным, обычным и люксом. Но, знаете, не надо ведь все время как-то выпендриваться, можно быть и обычным люксом, но при этом стать любимчиком. Это у меня, кстати, когда вот я это видео записала, что он такой вот меня чуть-чуть разочаровал, я на следующий же день у меня потянулась к нему рука, и потом потянулась к нему рука, и периодически рука к нему тянется. Поэтому, да, возможно, это такое люксовое звучание. Чем-то мне даже это напоминает по характеру Праду Кэнди. Напоминает именно вот такой сладостью и конфетностью, а именно карамель. Как будто бы такая тёплая, даже горячая карамель, которая вот-вот превратится в эту конфетку. Но сейчас мы чувствуем её аромат. Но и в то же время здесь это не просто какая-то сладость, да, а здесь есть ещё, ко всему прочему, такая изысканная сладость. То есть если бы эти конфеты, они делались с каким-то вкусом фиалки или розы, или ириса. Ну, то есть какой-то вот, какой-то есть цветочный оттенок и ягодный. Я говорила о том, что есть ягодный, фруктовый даже. Вот я до сих пор так воспринимаю. Для меня это карамель, но она такая фруктово-ягодная, но с какой-то нотой розы, например, да, или фиалки. Ну, фиалка тут не чувствуется, да, чтобы не вводить в заблуждение. Фиалка тут не чувствуется. Это уже у меня фантазия полетела. А роза вот, роза такая, такая чуть-чуть кисловатая, фруктовая здесь есть. Может быть, эта роза мне и даёт этот фруктовый оттенок. Он комплиментарный. У меня подруга, которая, в принципе, довольна, она равнодушна, да, чем бы я там не душилась, она мне сделала комплимент, сказала прям то, что нужно сейчас. И она привела вот эту ассоциацию, кстати, с горячей карамелью. У нас был магазин в Питере на Невском, где продавали вот кучу всякой карамели, и в том числе там была горячая карамель. Я не была, к сожалению, но вот она говорит, этот аромат, который исходил от этого магазина и манил туда зайти, вот очень похож на Ирис Фетиш. Так, и последний, то, что, ну, по крайней мере, сейчас меня оставляет равнодушной, я хочу сказать, что я признаю, что вот это, кстати, вот это, это магнолия, оно по звучанию магнолия похоже на нишу, вот опять на что-то нишевое. Но, возможно, потому что я не люблю магнолию. Она у меня с чем-то ассоциируется, каким-то освежителем. Вот, ну, это моя личная, да, ассоциация. У меня она прямо вот вообще не зашла. Но вот плюс к этому, тому, что я воспринимаю как освежитель, тут есть такие довольно дорогие ноты. Это мох, насколько я понимаю, и это какое-то дерево. А и мускус, мускус тут чувствуется. То есть вот, ну, это, наверное, магнолия так звучит, да? То есть я говорю, вот если убрать магнолию из магнолии, было бы вообще супер. Ну, просто, видимо, я не любитель магнолии, поэтому не моя история. Но вот он, кстати, очень стойкий. Он более стойкий, чем Пачули Индулигенс. Он, наверное, вот такой же стойкий, как и Ирис Фетиш. А Ирис Фетиш стойкий и шлейфовый. А он, ну, такой. Я не знаю, может, это на лето, но я не думаю. Мне кажется, что просто магнолия не моя история. Если вы любитель магнолии, то я думаю, что это стоит попробовать, потому что звучание очень интересно. И я бы тоже это отнесла, правда, к какому-то нишевому звучанию. Я обязательно найду еще амбру и ут. Я побоялась брать целые флаконы. Мне кажется, что, ну, их, говорят, не стоит брать в полном размере сразу же. Вот. Но в целом, как вывод сейчас, я говорю, это очень интересно. Это либо классный люкс, как и Ирис Фетиш, либо, правда, нишевое звучание. Просто обожаю Пачули Индульгенс. Не могу не подчеркнуть это еще раз. Илона, если вы смотрите, спасибо вам большое. Все, друзья. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ставьте палец вверх, если видео понравилось. Вниз, если не понравилось. И пишите, что именно не понравилось. Мне это важно. Пожалуйста, подпишитесь на канал. Спасибо вам. Всего вам самого хорошего, доброго. Чтобы ваша весна принесла вам много новых, приятных впечатлений и открыла какую-то новую страницу. Возможно, какие-то новые качества вас. Все. Всех целую. Всем пока.